Десятки учащихся с интересом слушали специалистов. На встрече с докладами выступали представители Центра гигиены и эпидемиологии, учреждения здравоохранения, станция переливания крови, общественных объединений «Скала» и «Позитивное движение». В нашем регионе сохраняется стабильно высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией. На конец года у нас зарегистрировано в городе Пинске 689 случаев ВИЧ-инфекции, в Пинском районе зарегистрировано 77 случаев ВИЧ-инфекции. И мы в принципе последние три года уже на стабильном уровне, то есть нет и геометрического такого роста заболеваемости. В то же время мы находимся на стабильном, как бы высоком уровне заболеваемости, то есть это 63 случая, за этот год у нас 67 случаев ВИЧ-инфекции, а в районе 9 случаев ВИЧ-инфекции, вот за год у нас регистрируются по нашему региону. Стоит отметить, что профилактические мероприятия приносят результат. Наибольшее число болеющих в старших возрастных группах. Отмечена у нас регистрация случая ВИЧ-инфекции на более старшие возрастные группы, то есть это с каждым годом удельный вес, вот группы старше 40 лет, он растет. Ну и если посмотреть на развитие эпидемии, все-таки большая численность ВИЧ-инфицированных у нас накоплена, вот раньше же она развивалась в молодых группах, но уже прошло 20 лет с того периода, и она уже в большей степени накопилась в старших возрастных группах. Удельный вес 43%, то есть это большой удельный вес, то есть уже старшие возрастные группы. У молодых людей заболевания выявляют редко. Среди подростков у нас не регистрируются, к счастью, случаи ВИЧ-инфекции. Единичные случаи в более молодой возрастной группе, 20-24 года, ну что тоже как бы радует, то есть какие-то все-таки, какой-то прогресс все-таки есть, да, какие-то у нас и учебные заведения активно работают по данному вопросу с детьми. Уделяли на встрече внимание и вопросам закона в отношении ВИЧ-инфицированных людей. Ответственность со стороны медицинских учреждений, ответственность со стороны соседей, обывателей, ответственность со стороны самих ВИЧ-инфицированных в передаче ВИЧ-инфекции или ответственность окружающих в раскрытии тайны, что человек ВИЧ-инфицирован. Если зараженный человек, зная свои болезни, передает инфекцию другому человеку, за это ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Доказать, кто кого заразил, ну весьма проблематично, потому что ВИЧ-инфекция, во-первых, имеет скрытый период полгода, и за эти полгода человек мог заразиться не только от этого человека, но и от массы других окружающих. Поэтому очень редко эти статьи работают. Только сохраняя верность своему партнеру, вы сможете уберечь себя от ВИЧ-инфекции. При этом следует придерживаться главного правила личной безопасности. Первое дело, познакомившись с своим партнером, если вы выбрали, во-первых, не стоит так метаться от одного к другому. Надо выбирать вначале глазами и умом, а потом уже телом своим. Но если вы выбрали, встретили свою половинку, первые полгода желательно использовать презервативы при половых контактах. После этого обоим пойти в медучреждение. В любом медучреждении, где есть процедурный кабинет, вас обязаны обследовать на ВИЧ-инфекцию бесплатно, и можно даже анонимно. Обследовались, если анализ отрицательный, все, можно забывать о презервативах, а думать о продолжении своего рода и строить свою семью. Но важно, чтобы это была семья закрытой. Круглый стол на тему «Верность сильнее СПИДа» – это еще одно профилактическое мероприятие, призванное привить подрастающему поколению чувство ответственности за здоровье свое и своих близких.